Тему я такую очень непростую выбрал, значит, она называется «Глобальная миссия русской цивилизации». Сейчас очень много на тему вообще русского народа, понятия русский. Поэтому «Глобальная миссия русской цивилизации». Если мы ее неправильно будем истолковывать, то тогда можем, в общем-то, обречь свою страну не на лучший вариант будущего. Поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами вот это понимали. И прежде всего, вот понятие русский. Сейчас по этому поводу идет очень много споров, потому что все считают, что это неправильно, если мы считаем, что все остальные национальности – это национальности, а вот русский – это немножко что-то другое. Но по нашему мнению, это действительно так, что русский, не случайно оно и является именем прилагательным, отвечает на вопрос «Никто, а какой?». И за этим такой очень серьезный мировоззренческий смысл кроется, потому что действительно человек может быть западный, может быть восточный, может быть русский. И ни в коей мере нельзя сводить вот это понятие русский к понятию одной из национальностей. И вот попытки сейчас так называемых русских националистов создать русское государство, они абсолютно нелепы, они как раз ограничивают возможности того ресурса, который скрывается за понятием «русский». Потому что русским может быть и немец, русский – татарин, русский – еврей, но не может быть немецкого-русского, да, потому что уровень национальности, а это уровень цивилизационной общести и уровень мировоззрения. То есть, по сути, русский отвечает на вопрос «Какой?» со всеми вытекающими последствиями, вот с точки зрения мировоззрения человека. И именно поэтому вот особая миссия этой русской цивилизации, она в том и состоит, что мы должны или мы будем иметь и продвигать свою собственную концепцию нашего будущего, или мы превратимся в планктон, на котором другие цивилизации будут развиваться. В этом весь смысл, что уж такова наша миссия. И вообще, если говорить о таких подходах стратегических, концептуальных, то, по сути, это может быть только два варианта. Или концепция, что называется, божья, или концепция сатанинская. Так вот, русская цивилизация, она всегда, в общем, продвигала, если угодно, концепцию, связанную с Богом, с идеями справедливости, добра. Это то, что характерно для русской цивилизации. Ну и мне, конечно, вот приятно, что я выступаю сегодня в таком особом регионе, которым является, на мой взгляд, Воронеж, Воронежская область. Вы лучше меня знаете, значит, что Докучаев в свое время, вот слайды сейчас попозже, или можно, если переключить там, но так, чтобы иногда и картинки тоже полезны. Вы знаете, что именно из Воронежской области, вот из вашего района, был привезен вот такой с гранью в одну сажень куб монолитного чернозема. И, собственно, это особое достояние нашей страны. И вот на следующем слайде, как раз вот, если следующий слайд, то это высказывание Докучаева, оно, насколько я знаю, в вашем районе сейчас на этом кубе, как раз на памятнике этому кубу и написано, что чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд, в нем вековечное неистащимое русское богатство. Ну и надо сказать, что богатство, оно же ведь, вообще-то, производное от слова Бог, поэтому часто путают представление о богатстве. Кому-то кажется, что это вот нечто такое, что понимают многие под богатством в виде там денег и прочее. Но вообще изначальный смысл богатства – это то, что от Бога. И вот Бог как раз нашу землю наделил весьма обильно быть богатой и сильной, помните, там, пожелал ей повсеместно, но чтобы падали селения, чтобы не выпустовали, нам на то благословление Царь Небесный дал едва ли. Это Алексей Толстой еще писал. То есть вот такие завещания нам даны. И вы, наверное, знаете эту цифру, что наша страна располагает 52% черноземов мировых. Вот это наше основное достояние. И вот наша страна, поскольку она сейчас является каркасом русской цивилизации, Россия непосредственно, то она по-особому позиционирована. И вот я вам хотел привести как раз вот эту цитату Владимира Владимировича Путина, когда он говорит о том, что Россия – это такая страна, что она должна быть суверенной. Она или будет суверенной, или ее не будет вообще. То есть такие страны, как Польша, как Литва, как Латвия, как многие другие страны, они могут, и так всегда и получается, они всегда зависимы. И у них есть выбор зависеть от одной цивилизации или от другой, от одной системы или от другой. У них другого выбора нет. То Россия, поскольку она сама несет вот такую цивилизационную доктрину, то она не может существовать в отсутствии вот какой-то доктрины глобальной значимости, которую она проводит в мире. Иначе ее не будет вообще. И вот эти слова Путина, к сожалению, не всегда понимаются. Потому что если смотреть дальше на суверенитет, то с чего он начинается? Он опять же начинается прежде всего с продовольственной безопасности. То есть бесполезно говорить о суверенитете, если страна себя не может кормить. В любой момент тот, кто вас кормит, может перекрыть краник и сменить режим правления, и что угодно сделать. И, конечно же, любая страна должна, если она претендует на суверенные начала, она должна уметь содержать свою собственную территорию. Потому что граница не там, где, как мы говорим, солдат с ружьем, а там, где крестьянин пашет. То есть если земля не пашется, и за землей нет ухода, то тогда говорить о суверенитете сложно, потому что рано или поздно эта непаханая пустующая земля будет кем-то занята. Ну и, конечно, если посмотреть на происходящее сегодня, то мы, наверное, сегодня все понимаем, что мир пришел к какому-то рубежу, что дальше так жить невозможно. У меня такая маленькая брошюрка даже вышла, она называется «Глобальная трансформация. Русский проект». То есть о том, что мир будет трансформирован, сомнений ноль, ни у кого нет. Все понимают, что так дальше жить нельзя. Но как вот эту трансформацию пройти с минимальными издержками, в том числе с минимальными жертвами и возможными военными конфликтами? Вот это проблема. Поэтому именно миссия России в том и состоит, чтобы предложить свой вариант вот этой трансформации. Вот на следующем слайде я просто некоторые, видите, привожу ссылки там самых разных людей, начиная даже с Барака Обамы. Уж казалось бы, они шикуют на сегодняшних, в общем-то, неустроенностях. Единственная страна, которая, в общем-то, паразитирует на всем мире. И потом я покажу очень просто механизм, как это делается. Но слушайте, даже Барак Обама говорит, «Мы должны начать новую эру сотрудничества, основанную на взаимных интересах, на взаимном уважении, отметив при этом, что прежняя политика вызывала в мире рефлексивный антиамериканизм». То есть, ну, казалось бы, если уж Барак Обама так заявляет, дальше, пожалуйста, Ватикан говорит о том, что банки должны перейти на исламские принципы. А вы знаете, исламские принципы предполагают полное отсутствие судного процента. Дальше я эту цитату приведу, но по Корану предоставление денег под процент рассматривается всегда как самый страшный грех. Что называется, нет более страшного греха, чем дать кому-то 100 рублей, назад все 101, значит, рубль вы украли. Ну и Строскан, возможно, с этими заявлениями была связана его последующая судьба. Вот, но вслушайтесь в его слова. Кризис – это все-таки он тогда был руководителем Международного валютного фонда. Ну, это такая базовая структура нынешней цивилизационной доктрины. И тем не менее он заявляет, кризис разрушил интеллектуальные основы мировой экономики, которыми мы руководствовались на протяжении четверти века. Теперь нам нужна глобализация нового рода. Более справедливая глобализация – глобализация с человеческим лицом. Вы проходите поближе, а то так, может быть, не очень удобно. Но, правда, вот эти слова насчет человеческого лица мы, конечно, уже слышали до этого и должны понимать, что это только слова. Потому что, если вы вспомните слова и дела, то они очень часто расходятся. Потому что это так называемое древнее качество – одержимость, которая в нынешнее время по наиболее яркому представителю одержимости Троцкому была названа троцкизмом. Ну а такие наиболее яркие последователи троцкизма, которые, наверное, и Троцкого самого превзошли – это, конечно, Хрущев и Горбачев. То есть более такого проявленного троцкиста, откровенного, чем Горбачев, ну, вряд ли в мире сыщешь. То есть суть троцкизма, если говорить о фактических таких делах, это полная противоположность оглашаемых каких-то версий и фактических действий. Да, вот я как раз так довелось мне трижды с Горбачевым встречаться с глазу на глаз, после чего я ушел с партийной работы, так повидавшись с ним. Ну и вы прекрасно помните, наверное, его лозунги. Это что там, я вот насколько помню. Первое – ускорение социально-экономического развития. Вот ради чего перестройка? Ради ускорения социально-экономического развития. Мы упали по всем показателям вдвое, и даже сегодня, допустим, объемы производства сельхозпродукции у нас на сегодня 85% от 1990 года. Но ради чего затевалась перестройка? Ради ускорения социально-экономического развития. Или второй его лозунг – борьба с пьянством. Но, чтобы вы знали по классическим канонам, масонским канонам в том числе, любая борьба с пьянством, она всегда начинается с запрета. Поэтому, фактически, Горбачев очень умело раскручивал маховик алкоголизации страны и успешно решил эту задачу. Или следующий его тезис – у нас плохая дружба между народами, нам нужна хорошая дружба. Ну, вот эта хорошая дружба превратилась во внутрироссийские войны и кровавые конфликты. Это вот пример троцкизма, когда на словах одно, в делах другое. Поэтому словам Строскана и Барака Обамы мы должны доверять, наверное, не больше, чем словам Горбачева, когда он начинал перестройку. Поэтому должны жить своим умом, а не надеяться на то, что вот эту глобальную миссию этих перемен возьмет теперь на себя, так сказать, Соединенные Штаты, ООН и МВФ. Ну, а если говорить о существе, концепции, которая доминирует сегодня, ну, что мы говорим, что мы понимаем под концепцией? Концепция – это, ну, если попросту говорить, это замысел, да, там, так сказать, которое начинается с цели, то есть и вообще управление, вот в соответствии с достаточно общей теорией управления, оно имеет место только тогда, когда оно содержит, там вот в доту расписаны все этапы управления, а первый этап – это распознавание факторов среды, которые оказывают на вас давление, значит, навыки распознавания их на будущее, а потом выстраивание цели в отношении этого фактора. То есть, если нет цели полагания собственного, то нет и реального управления, есть марионеточная позиция. Поэтому зачастую у нас и на уровне государственного управления все-таки речь идет об изменении структур, о каких-то там реформах, но это, извините, уже, как минимум, там, четвертые, пятые этапы полной функции управления. О целях у нас не принято говорить. Это свидетельствует о том, что мы концептуально неопределенно работаем, мы управляем страной, и в этом наша основная проблема. Вот, что касается библейской концепции, почему она выигрывает? Потому что она достаточно четко сформулирована, определенно, и вот такая, какая есть. И вот на следующем слайде суть изложена. Это просто выдержка из Библии, книга второзакония, и звучит она так, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. В интернете наберете сейчас, если в поисковике «Кому все должны», то там высветятся вам все страны мира, которые, ну, вы знаете, абсолютно все должны, причем должны столько, что вернуть это абсолютно нереально. Вот это как раз вот этот механизм, который запущен в мире, потому что продолжение этого тезиса такое, не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно отдавать в рост, а иноплеменнику отдавай в рост, и тогда все народы мира покорятся тебе, а те, которые не покорятся, будут вообще истреблены. То есть, ну, здесь никто не скрывает, что вот библейская доктрина – это управление через, в общем-то, судный процент. Один работает, второй деньги предоставляет под процент и живет за счет этого. Ну, в отличие от этого, на следующем слайде, допустим, Коран, он, наоборот, то, что я вам говорил, ну, наверное, здесь многие из вас это уже слышали неоднократно, но по Корану, действительно, предоставление денег под проценты – это самый страшный грех, это в Суре 2, 275-й аят, и, кроме того, Коран запрещает алкоголь, Коран запрещает майсир, азартные игры, и, в общем-то, и насилие в Коране, ведь там как, категорически запрещается какое бы то ни было насилие, кроме ситуации, когда создается угроза твоему собственному роду. Но другое дело, что Коран и исторический ислам, они, конечно, достаточно далеки друг от друга, но вообще, если говорить о глобальной доктрине сегодняшней, то для нее вот основная кость в горле – это Коран. Вот Коран – это то, что как бы мешает выстроить ситуацию до конца, и Коран нужно как-то закрывать. И сегодня то, что делается, многим непонятно, что происходит там на Ближнем Востоке, что там происходит с Ираком, с Югославией, с Сирией и так далее. В принципе, речь идет о такой глобальной антикоранической доктрине, когда вот хотят привести в полный хаос и дезорганизацию исламский мир, продолжаться вечно так не может, там самые такие, может быть, крайние силы тогда сорганизуют все-таки некую компанию объединительную на уровне исламского халифата, а потом исламский халифат столкнуть с какой-то из цивилизаций, ну, желательно с Европой, в общем-то, по-крупному, потому что, ну, Европа, сейчас вы видите, что там происходит, когда утрачивается все базовое человеческое, что называется, там, так сказать, достаточно там любую тему привести, там, начиная с гомосексуализма, который нам пытаются навязать как норму и кончая там человекаедение. Вот вы, там, Владимир Владимирович Путин заявлял о том, что воины там, вот, на Ближнем Востоке в действительности поедают человеческие органы и так далее. Это действительно так, и это линия Европы. Чтобы вы знали, была такая программа в Лондоне по их телевидению центральному, где два ведущих корреспондента, предварительно сделав небольшие операции, один из своего окорока, а второй из живота, вырезали по кусочку и в прямом эфире жарили друг друга и рассказывали, как вкусно. То есть, вы знаете, если вот Европа дожила до этого, то понятно, что ее готовит в эту роль, когда, ну, возмущенный исламский мир, вот, как-то там, так сказать, начнет наводить порядок. А для чего? А для того, чтобы в конечном счете закрыть ислам. Потом, значит, если удастся организовать крупную кровь, то потом, значит, списать это все на Коран и сказать, что вот видите под знаменем Корана, что происходит. Вот примерно такой сценарий. И, к сожалению, такие сценарии, они не новы, потому что еще в свое время Лайан Машиндаль сказал, что повторяемость исторических событий, она обратно пропорциональна их духовности. То есть, какое-то высокое духовное событие, оно произошло, и оно неповторимо. А вот если духовность события чрезвычайно низка, то вот эта заезженная пластинка, она играется одна и та же по кругу многократно. Потому что вот то, что я вам сказал, допустим, об антикоранической стратегии, которая сегодня в мире развивается, то же самое было во времена Гитлера. Там же ведь как? Вот тогда уже в те годы вызревала ситуация понимания вот этой роли губительной судного процента. И тогда какой был сценарий разыгран? Тогда был выращен вот этот марионеточный кадр Гитлер, да, с особой подобранной психикой. Дальше на него определенные, так сказать, воздействия и становление личности было проведено в нужном направлении. И на первых порах ему поручили, ему было поручено озвучить все то, что наболело в народе. То есть Гитлер, ну невозможно было собрать вокруг Гитлера весь народ, как это было сделано в Германии, да. Он должен был говорить чего-то действительно значимое, содержательное, иначе толпу не собрать. Но Гитлер от начала до конца был марионеткой, и он велся кукловодами. А ведь начинал он с чего? Он начинал с работы Готфрита Федера о борьбе с процентным рабством. Так работа и называлась. Готфрит Федера, он потом был министром финансов некоторое время у Гитлера, а потом потихонечку, когда он отработал свое, его увели. А вообще он преподавал в политехническом университете, и Гитлер, в общем-то, первую школу получил у Готфрита Федера. И он сам, в общем-то, об этом говорил, о том, что да, он понял разницу между капиталом, который трудом зарабатывается, и капиталом, который достается за счет процента. Гитлер говорил о продажности прессы, и говорил, что если та или иная страна не поняла, что пресса может работать против государственности, то эта страна обречена, если не найдет здесь управы. Третье, он говорил о том, что парламентаризм, если хотите погубить страну, заведите там парламенты. Парламенты всегда покупаются, потом создается с помощью парламентов некий хаос в управлении государством, и, в общем-то, страна будет... Ну, то есть такие вещи, которые, в общем-то, народ ощущал. И вы знаете, наверное, есть такие работы по психологии толпы, там как раз говорится о том, что вот каждый человек в отдельности, он вроде бы разумный, но если вы собрали 40 человек вместе, то уже неважно, это будет 40 водовозов или 40 академиков. Одинаково будет вот психология толпы формируется, которая дает принципиальное новое качество уже, там разум будет утрачен. И вот Гитлер об этом как раз говорит, так что очень неглупые вещи. И когда ему поверили, смотрите, какой у нас пришел, наконец-то, умный товарищ, как-то что он говорит, потом в него английские и американские банки вложили немыслимое количество средств, потому что в 30-е годы ведь у Гитлера не было ни одного танка, ни одной пушки, ни одного самолета. И вдруг он так вот круто приподнялся. А для чего? А для того, чтобы те идеи, которые Гитлер озвучивал, потом опорочить. То есть после того, как он собрал вокруг себя, всю, по сути, народ, народ-то весь единодушно его поддерживали, все. А дальше что? А дальше, поскольку он был марионеткой, кукловоды его повели совершенно в другую сторону. Перевели это в сторону, там, так сказать, поиска чистой расы, там, так сказать, чистых арийцев, поиска второстепенных народов, которые можно истребить, чтобы не мешали жить приличным народам. И вот началось то, что началось. Но здесь много путаницы тоже иногда. То есть при Гитлере расцвел национал-социализм. То есть это социализм для одной конкретной нации. То есть социализм, но только для арийцев. Все остальные как бы рабы. Но кроме этого совершенно другое явление развивалось при Гитлере. Это фашизм. Но фашизм это вовсе не убийство, не зверство, не насилие. Потому что так в бытовом варианте, когда... Фашизм. Ну фашизм это когда убивают, когда там, так сказать, вот грабят, сжигают и так далее. Но это не так. Фашизм это, вы знаете, происходит от слова фасция. Это такой, значит, топорик поддерживается кучей прутиков маленьких. Тоненькие прутики, но если их связать все в пучок, то эти тоненькие прутики поддерживают топорик. Он может стоять. Так вот, смысл мировоззренческих фашизмов в том, что толпа маленьких угнетенных людей сама поддерживает того, кто их угнетает. То есть Гитлер вел, по сути, страну и народ немецкий на эшафот, но под придружной поддержкой народа. Вот это явление уже фашизмом называется. Ну, кстати, он на сегодня, вот если посмотреть, то, допустим, в Южноафриканской республике или в Индии, там как раз вот то явление, оно именно так, допустим, мною квалифицируется. Я там смотрел все это воочию, что называется, в Южноафриканской республике, допустим, вот помню, в аэропорт едешь, и вот сколько глаз видит, так поле, да, и в этом поле шевелятся там люди. Ну, то есть так руки, ноги, голова вроде, ну, а это так называемые little people, да, маленькие люди, у которых нет ни работы, ни имени, ни паспорта, ни жилья, ничего. То есть просто скот, пасущийся в поле. Они вот концептуальной властью покорены на уровне мировоззрения, то есть у них мировоззрение маленьких людей. Они от рождения считают, что есть маленькие люди, это они, а есть большие люди, которые вот мимо на машинах ездят. Если большой человек бросил там банан, значит, в окошко, то вот это и есть для них самое большое счастье. Живут лет до 30, там 35 максимум, ну, вот так и живут. И они не хотят ничего менять, их все устраивает. Вот по отношению к ним, и они поддерживают тех, кто это организовал. Ну, и если вы вспомните, допустим, Иван Антоновича Ефремова, это вот наиболее такой глубокий мировоззренческий мыслящий так называемый фантаст, хотя это вовсе не фантастика, а это в его стереотипах понимание жизни нынешней цивилизации. Помните, там у него в часе бы как, к примеру, там он описывает планету, где есть короткоживущие и долгоживущие. Да, короткоживущих всех там, они счастливы живут, и там в 30-35 лет их всех уничтожают. И когда наши прилетевшие туда хотят изменить там систему, то кто протестует прежде всего против этих изменений? А вот как раз ГЖИ, вот эти короткоживущие, они поддерживают этот режим. Им все, им так внушили, что им все нравится. Это вот чистое проявление фашизма. Ну и вот немножко мы вернемся, наверное, на два слайда. Там, значит, у нас картиночка такая, и я хотел рассказать тогда о феномене концептуальной власти. Сказав при этом, что это теперь уже, ну, может быть, когда-то этот термин вводился, он впервые звучал лет там 25 назад. Может быть, мы впервые вот начинали эту информацию где-то там в 90-м году, по-моему, в 90-м году вышла работа Владимира Михайловича Зазнобина в журнале «Молодая гвардия». Она называлась «Концептуальная власть. Миф или реальность». То есть достаточно давно, это уже, видите, почти 25 лет прошло. Вот сегодня по этому поводу и диссертации защищаются, посвященные чисто концептуальной власти, и, значит, монографии. Вот мы издавали монографию в Германии нашего проректора Солонько Игоря Викторовича. Она так и называется «Феномен концептуальной власти». Монография в Германии издана, и диссертация тоже посвящена чисто концептуальной власти. Поэтому я не буду здесь на этом останавливаться. Думаю, что сейчас можно это почитать. Некоторые только моменты. Ну, вы знаете, что вот в соответствии с тем пониманием, которое сегодня есть, управление идет вовсе не в той системе, как нам с вами говорят, что ну как управление построено. Ну, есть законодательная власть, есть исполнительная, есть судебная. Все. Но как все? Давайте разберемся поглубже-то. Что значит и все? А законодательная эта власть, она как законы формирует? Просто они что, с неба падают или как? Ну, то есть законодательная власть, она может быть только в рамках той или иной нравственности, той или иной концепции. Она не может быть абстрактная законодательная власть. Я вам приведу примеры, вот не то что вековые там, а вот на примере моей жизни. Я прекрасно помню те времена, когда гомосексуализм в нашем районе, там в Ленинском, где я работал, значит, главный режиссер театра, семь лет тюрьмы получил, да. И это было законно абсолютно. Вот. А сейчас этих людей там, так сказать, в парламенты только продвигают, да, и в руководящие структуры. В Европе вообще без этого сейчас продвинуться невозможно. Вот, поэтому видно, что не законодательная власть здесь крышует все, да, а законы, они вторичные, они являются следствием каких-то других процессов. Но об этом все умалчивают, говорят, нет, у нас только законодательная власть. Так вот, законодательная власть, она определяется с более, совершенно иначе. Поэтому над законодательной, исполнительной и судебной властью всегда стоит концептуальная власть, которая через набор партий в рамках этой концепции начинает формировать уже систему управления обществом. При этом многие, ну, там, так сказать, гадают, так вы вот за эту партию или за эту, ну, просто система так устроена, что если концепция определена, то в рамках этой концепции вычисляются, значит, какие-то наборы основные людей, так или иначе мыслящих. И под каждый этот набор формируется свой пастух, то есть кому-то нравится Жириновский, кому-то Явлинский, кому-то, значит, Зюганов, кому-то, значит, Гайдар. Но это все в рамках одной концепции, там нет принципиальных, концептуальных противоречий. Все партии, все законодательная власть просто смотрит, чтобы не выходили за границы этой концепции, законы так формирует. Судебная власть, соответственно, смотрит, чтобы все держалось в рамках этого коридора, а исполнительная власть, она просто определяет скорость движения по этому коридору. Но коридор задается концептуальной властью. И это понятно еще со времен Александра Сергеевича Пушкина, который все это прекрасно видел. И вот если вы вспомните его произведение «Руслан и Людмила», может быть, наиболее такое значимое в концептуальном плане, но Пушкин, я считаю, получал информацию с более высоких уровней организации интеллекта на бессознательное напрямую, потом в картинках это рисовал, а потом уже у него стихи шли автоматически, что называется. Так вот, вот эта глобальная нынешняя система управления в образах Пушкина, это, помните, там в «Руслане и Людмиле» Карла с длинной бородой, да, который уносил Людмилу. Ну, Людмила, понятно, в образах Пушкина, Людмилый народ наш, да, русский народ, многонациональный русский народ. Куда Людмилу унес Карла с длинной бородой? В страну полночных гор, Швейцария, которая никогда не воюет, но всегда корешует все схемы организации, там, таких глобальных процессов. Вот, Руслан пытается вызволять Людмилу, что встает перед ним голова. Ну, голова — это вот символ нашей, так сказать, интеллигенции, руководящего состава, то есть голова отдельно, а народ — туловище отдельно. Вот в образах Пушкина так, и Пушкин здесь не одинок в таком кодировании информации, потому что я вам приведу выдержку из напутного слова Владимира Ивановича далее. Он говорит, а головы наши так далеко ушли прочь от народа, что этой голове придется все-таки воротиться, либо вообще отвалиться. Вот Пушкин и показывает в этой гротескной форме голову, отвалившуюся от народа. Ну, а дальше, помните, Руслана прокидывает голову, что там находит меч. Меч — это символ знания и развлечения. И вот когда он мечом-то владел, то есть начал понимать все, тогда он Карла берет за бороду, бороду обрубает, но борода — это символ расставщичества. И вызволяет тем самым Людмилу. Вот в образах Пушкина. Так он говорит об этом Карле, помните, какие строки в Руслане и Людмиле? Он как раз говорит о том, что придет время, вот наше с вами. Это как раз в соответствии с законом времени. Ну, не буду, вы, наверное, это слышали. Если что-то, я на вопросах отвечу. Это в соответствии с законом времени. Сейчас наступил такой момент, когда вот это пророчество Пушкина будет сбываться. Потому что скорость обновления технологий сравнялась вначале со скоростью обновления поколений. А сейчас технологии стали меняться уже быстрее, чем поколения людей. 25 лет от поколения до поколения. Технологии каменного топора — тысячелетия, потом столетия. А сейчас японцы говорят, надо каждые 5-10 лет менять технологии, если хотите быть конкурентоспособными. Вот, и Пушкин об этом законе времени, когда выровняются частоты, и вот та власть, которая управляла через толпоэлитарную систему, когда наверху элита, а внизу толпа, ни во что не посвященная, вот это время закончится. Пушкин об этом пишет так, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Это про день сегодняшний. Или вот вы помните тоже у него о концептуальной власти, по сути, хотя мало кто это понимает. У меня вот уже, значит, портрет с этой надписью пушкинских строк уже лет там 20 за спиной моей висит. Так вот он говорит о концептуальной власти как, говоря вот этих о парламентах, там, так сказать, о депутатах, о законодательных собраниях, которые там голосуют каждый день за что-то, но никто не знает за что, и никто никогда эти законы вообще не прочитает и не узнает. Потому что каждый день там столько законов, что если их читать, то тогда больше ничем нельзя заниматься. Так вот Пушкин пишет так, «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать». Это как раз вот об этой системе власти. И Пушкин пишет об этом же также, «Вам объяснять правление начала напрасным было бы для меня трудом». То есть правление начала, он имеет в виду концептуальную власть и целеполагание, без которого не может быть начала правления. Ну, если смотреть вот, опять же, на таких каких-то образных представлениях говорить о концептуальной власти, то я бы еще вспомнил Иосифа Виссарионовича Сталина, который тоже многие вещи неплохо понимал. Он не мог их озвучить и действовал так, что называется, тихой сапой втихаря. Потому что если бы он сказал об этом открыто, то его уничтожили бы не в его годы, а задолго до этого. А так он очень загадочный был такой фигурой для всех. И все гадали, то ли он сионист, то ли антисемит, то ли он... Вот Сталин очень умело скрывал свои истинные взгляды на жизнь, а его взгляды на жизнь были в рамках вот как раз русской цивилизации. Поэтому он в автобиографии написал, я русский человек грузинской национальности. Так вот, о концептуальной власти он так, опять же, в образах и картинках сказал так. Как-то была встреча в Крыму, Рузвель, Черчилль и Сталин. И вроде они увидели, что Сталин вдруг в каком-то особом расположении духа. А почему вот Сталин вообще так к ним... Вы знаете, что они договаривались даже. Вот войдет Сталин, но мы не встанем. Сталин всегда приходил последним, и всегда, когда он входил, все вставали. Они договорились, вот давайте сейчас войдет, мы не встанем. Договорились, но тем не менее, когда он вошел, все встали. То есть Сталин нес в себе элемент сакральности власти. Вот это особая такая тема. В ближайшее время выйдет записка аналитическая по сакральной власти. Но сакральность власти Сталина была в том, что он был большевик по своему духу. В том смысле, что он думал об интересах большинства. Не о себе любимом и не о своем окружении, а об интересах большинства. В этом смысле он большевик. И вот когда, то же самое, посмотрите, ну сакральность это как бы священность, да? То есть как-то от Бога. Поэтому раньше-то в народе какая была, помните пословица? Богу не грешен, царю не виновен. То есть народ в душе как-то отождествлял царя с неким божьим промыслом, со справедливостью. Потому что Бог, ну если говорить кратко, это высшая справедливость. Высшая справедливость, добро и любовь. Вот что такое Бог. И вот народ это ощущал, что Сталин вовсе, вы знаете, что он для себя оставил стоптанные сапоги да гимнастерку. Он в общем-то все, что делал, он был большевиком. А суть Сталина можно понять только тогда, когда мы будем читать самого Сталина, а не то, что о нем пишут. А чтобы понять, что Сталин писал, я потом скажу о концептуальной власти, но так, чтобы как-то понять, что о Сталине я говорю не случайно, потому что это серьезная очень фигура в истории, именно в глобальной истории человечества, а не в истории России. Вот то Сталин в возрасте 18 лет написал такие стихи. Вот вдумайтесь, кто бы сегодня такие стихи писал, и тем более в такие годы. Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, Со старым дубовым пандуре, с нехитрую песней своей. В напеве его и в песне, как солнечный луч чиста, Звучала великая правда, возвышенная мечта. Но люди, предавшие Бога, хранящие в сердце тьму, Полную чашу отравы преподнесли ему, Сказали ему, будь проклят, пей, осуши до дна, И песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна. То есть, по сути, Сталин где-то раскрыл проблему своей жизни. А вот в символной форме законодательной власти он так сказал, То, что я хочу, пояснил это, чтобы вы понимали, Что Сталин непростой человек, и просто так он ничего не делал. Когда, увидев его доброе расположение духа, Черчилль и Рузвельт попробовали у него попросить Крым, Сказали, что вот как бы, вот ты бы нам Крым уступил, А мы бы в Европе тебе границы подвинули. Сталин говорит, хорошо, я уступлю вам Крым, Если вы угадаете, какой из этих трех пальцев середний. Ну, тут, значит, расчеты Черчилль сразу сюда, Рузвельт сюда, Сталин говорит, нет, вы не угадали, вот этот середний. А вообще, у тех, кто понимает, всегда пальцы, Они символизируют власть. Законодательная, исполнительная, судебная, Идеологическая власть и концептуальная власть. То есть, вот, он, в общем-то, показывая значение большого пальца, Ну, давал информацию тому, кто кое-что понимает. Ну, а вот самая главная картинка, Символ концептуальной власти в образах Пушкина. Вот видите, это рисунок Пушкина. И он так отображал, ну, в образах Пушкина Конь – это символ толпы, несозревшей до народа, да. Вот. И этой толпой кто-то управляет. И видите, конь-то вздыблен, А кто управляет? А седока нет. Вот так Пушкин, в общем-то, в такой образной форме Обрисовал концептуальную власть. Когда управление есть, но никто его не видит. Ну, и если говорить о концепции неправедной, То здесь не только Коран, скажем, осуждает ее, Но Коран продолжает, по сути, то, что Истаре говорилось. Вот, видите, у Аристотеля говорил о том, Что есть деньги разные. Есть деньги, у которых родители труд, А есть деньги, у которых родители сами деньги. И он говорит, что расставщичество – Это вообще чуждо природе человеческой. Это противоестественно. А что же бывало в истории человечества, Когда не было расставщичества? Вот на следующем слайде я просто выдержки, Цитаты привожу из истории Капьера Франкастеля. В Европе с X по XIII век расставщичество было запрещено. Было запрещено вплоть до смертной казни. То есть предоставление денег под процент Каралось смертной казнью даже. И, кстати, в Англии оно было отменено, Вот этот запрет на расставщичество, Только в 1600, если не ошибаюсь, там, в 54-м году, по-моему. На что ссылается Пьер Франкастель. Как была организована жизнь? Деньги, если вы их оставляли в банке, То за хранение их нужно было платить. То есть если вы оставили деньги в банке, То через год вы уже получали меньше. И как их можно было сохранить? Для того, чтобы их сохранить, Нужно было их во что-то вкладывать. А во что вкладывать? Ну, как сейчас. Вы вложили в автомобиль, Но через три года автомобиль там сломался, То есть деньги утратили. А как вот сохранить деньги так, Чтобы они не таяли через банки, Потому что система так организована, Что в банках они каждый год За хранение вы должны платить, И, соответственно, они падают в цене. А единственное, что можно было Обеспечить сохранность, Это земля. Потому что земля, она неистребима. То есть если вы в землю вложили И получили вот тот чернозем, Такой, который есть в Воронежской области, То вот это уже на этой земле Ваши и дети, и внуки, и правнуки Будут нормально существовать. И поэтому посмотрите, что происходило. В одной только Англии в конце 11 века 5 624 водяных мельниц, В трех тысячах деревень. Во Франции их уже в 10 раз больше. А потом уже действовали сотни тысяч мельниц Для производства муки и масла. То есть начала развиваться земля. То есть два варианта. Или вы развиваете виртуальный сектор, Банкиров там, так сказать, брокеров, Значит, менял. Или вы развиваете землю, Если вы выстроили вот систему так, Как и в Европе. Ну и не случайно вот сейчас, Если вы посмотрите, То сейчас тоже уже некоторые умельцы У нас, понимая это, Что все-таки деньги Не самое главное в жизни. Они, в общем-то, Сегодня приходят К схемам Организации жизни Несколько иначе. Да, я вот, по-моему, Взял с собой, вам покажу. Могу тут вашим организаторам Оставить вот Что-то. Это вот мы, Наш университет работает С хозяйством Шеймуратова. Вот они напечатали вот такие деньги. Назвали их Шеймуратики, да. Здесь номинал везде. Вот видите, 500, 1000, 50, 100. Вот. Что это такое? Ну, у них названы это товарные талоны. Потому что, ну, что такое деньги? Мы всегда, деньги, деньги. У нас все есть, нет денег. Но это абсолютно порочная Концептуальная позиция. Потому что деньги, Это просто информация. Информация или на бумажных носителях, Или в электронной форме, и все. Деньги, это просто информация. Вот. Поэтому Я тоже вам Как вот главному организатору, Валер, тебе тоже, чтобы у вас осталось что-то Для примера, чтобы вы знали, как Вот они напечатали такие деньги. Когда они напечатали? Они напечатали тогда, Когда у них встало полностью производство. То есть Полностью безденежье. А как? Если им зарплату платить нечем, А народ, соответственно, Не покупает у них молоко, Не покупает у них мясо, И все остановилось. А почему? Да информации просто нет. Они напечатали эти деньги И выдали зарплату этими деньгами. Народ пошел, значит, Эти деньги отдал за, соответственно, в магазин. Магазин начал функционировать, И жизнь восстановилась. За два года товарооборот, Благодаря этому новому введению, Вырос в 12 раз за два года. Ну и, конечно, началось. Прокуратура, значит, налоговая, И так далее, и так далее. Судились, они выиграли суд. Верховный суд они выиграли. И, значит, Когда прокурор там задавал вопросы, Ну вызвали всех обиженных работников, Да, как бы, что как-то вы им Даете бумажки вместо там рублей. Ну и спрашивают, Скажите, вот, прокурор, Все-таки, если бы была возможность выбора, Вы бы шеймурадиками получали зарплату Или рублями? Так народ говорит, А какая мне разница? Я не ем ни шеймуратики, ни рубли. Мне важно, чтобы я мог за то, что мне дали, Получить вот масло, мясо, молоко и все. Больше мне, у меня никаких других интересов нет. И, в общем-то, вот, Получилось так, что нечем крыть. Народ никак не почувствовал себя обиженным От того, что им давали, значит, Вместо рублей вот такие шеймуратики. Поэтому, к великому сожалению, Вот жизнь устроена так, Что стереотипы, навязанные в обществе, Они очень тяжело преодолеваются. Вот деньги, деньги, деньги. Понимаете, деньги – это просто отраженная стоимость Наших возможностей. То есть, к примеру, У нас есть лесоматериал, У нас есть строители, У нас есть рабочие руки, У нас есть спрос на жилье, Но нет денег. Так если нет денег, Ну, ребята, их надо напечатать. Деньги же – это информация. Деньги – это информация о том, Что у нас есть. Вот если у нас нет дерева вообще, А мы печатаем деньги, Чтобы строить дома, Ну, тогда, конечно, У нас ничего не получится. Но если у нас все звенья Технологического процесса есть, Включая потребление, То денег нужно напечатать. Вот по некоторым нашим оценкам, Денег в России на сегодня Просто нужно тупо напечатать. Безинфляционно. Ну, по крайней мере, В 10 раз больше, Чем их сегодня есть в обороте. И инфляции никакой не будет. Хотя этот стереотип о том, Что если увеличить количество денег, То возрастет инфляция, Он абсолютно порочен. Почему? Инфляция возрастет только тогда, Когда вы деньги запустите В сферу производства, Но если вы запустите В сферу потребления, Но если вы деньги запустите В сферу производства, То откуда же у вас инфляция? У вас был один завод, Который выпускал там строительные материалы. Вы построили второй завод. Этих строительных материалов Стало в два раза больше. Они подешевели в цене. То есть, чем больше денег вы напечатаете, Тем ниже будет инфляция, Тем ниже будут цены. Вот если, конечно, Грамотно управлять деньгами. Поэтому вот я хотел бы сказать, Что вот через кредитно-финансовую систему, Через деньги, Может быть, наиболее ярко видны, Ну так по-простому видны Различия концепции. Вот концепция, в которой я рассуждаю, Концепция, которая сегодня доминирует. Они просто, ну, совершенно различны. В свое время, вот если говорить О соотношении денег И реальных возможностей, То, видите, я говорю, Реальные возможности основное. Вот вся эта технологическая цепочка. Если они есть, То деньги – это отраженная Просто возможность наша ресурсная. Ничего более. Они, Их нужно напечатать. Это примерно так же, Как свет. Вот есть солнечный, да, А есть свет Луны. Отраженный, да, свет. И примерно об этом же Козьма Прутков. Помните, у него есть такой афоризм. Говорит, а вот интересно, Что для человека важнее, Солнце или Луна? И сам отвечает, Ну, конечно же, Луна. Солнце светит днем, Когда и так светло. А Луна по ночам. Вот примерно у нас, В финансах примерно так же. Что важнее, Реальный сектор или деньги? Ну, конечно, деньги. Деньги важнее. А это-то чего? Вот. А потом выясняется, Вот у нас есть деньги, Мы хотели бы, А потом, оказывается, Строить это некому, Металла такого нет, Труп таких нет, И вообще по этой местности Не проехать. Вот вам и деньги. А Швейцария считает, Что главное деньги. Нет, ребята, Главное все-таки, Реальные возможности. Мне как-то был спор, Там Швейцария говорит, Ну, мы же инвестируем. Вы говорите, Ну, как вы инвестируете? Расскажите-ка вот так попонятнее, Что значит вы инвестируете? Вы цифры из одного компьютера Перегоняете в другой. После этого русский Ванька Берет лопату, Копает там канавы, Закладывает трубы, Выкачивает газ от нас, И он поступает к вам. А вы инвестируете. То есть, В той концепции, Которая сегодня работает, Вроде это нормально. А в нашей концепции Мы этого не понимаем. Какие же это инвестиции? Если мы все сами делаем, Значит, Там ничего, Кроме перегонки цифр Из одного компьютера В другой нет. Но, Но там, Ну, как бы, Так сказать, Главные организаторы Всех дел и процессов. И, в общем-то, Я хочу сказать, Что, Вот, Если вы будете так внимательны, То вы увидите, Что у нашего президента, В общем-то, Много есть информации Из принципиально иной концепции, Концептуально значимой, Но ему попросту Не на кого опереться. Поэтому, Почему вот мы эту информацию Сейчас достаточно широко даем? Да потому, Что невозможно Какие-то перемены Ввести с уровня президента, Там, С уровня правительства. Потому, Что, Когда принимает президент Какие-то решения, То в обществе Должно быть понимание Того, Что он меняет, Того, Что он предлагает. А если этого понимания нет, То изменить что-то невозможно. А вот пример Таких концептуально значимых Соображений На следующем слайде Я вам хотел привести. Ну и эту я презентацию Оставлю Просто Кто иногда Тут народ Кто-то и сам занимается Там Как говорится Пропагандистской работой Иногда самая продуктивная Работа В кругу семьи В кругу своих сослуживцев Потому что это наиболее Такая Плодотворная Что называется Работа Ну вот видите Здесь три выдержки Первая Там И вторая Они связаны С национализацией Центрального банка Где Путин В 2000 году Когда пришел К власти Он поставил вопрос О национализации Центрального банка Тогда Начался Такая Шумиха В прессе Вот она Прошла Незаметно День-два И все Заглохло А в действительности Он поставил вопрос О национализации Центрального банка Чтобы он стал Федеральным государственным Учреждением И принадлежал России Потому что он Сегодня Не принадлежит Никому Якобы Но фактически Он является Программно-адаптивным Модулем Фактически Ну вот Глобальной Мировой финансовой Системы И к нашей государственности Имеет такое Опосредованное отношение То есть он Не подчиняется Де-факто Никому Ну об этом Сейчас очень много Говорят Вот И точно так же Вот последняя Видите Выдержка Это цитата Из Путина О том Он Когда он сказал Почему это мы нефтью Торгуем там В Лондоне И за доллары А не в России И за рубли Вот Представьте себе Что мы начали бы Вдруг Нефтью Газом И лесом Торговать За рубли Ну во-первых Здесь ничего такого Необычного нет Вы попробуйте В Америку Приедьте с рублями Да Со своими Вам говорят Нет Давайте-ка Доллары Так а почему Хотя бы зеркально Ребята Хотите у нас покупать газ Нефть Рублики давайте Ах рублей нет Так мы вам напечатаем В долг возьмите Но как вы думаете Какая валюта Тогда была бы Востребована Если бы мы начали Продавать все Только за рубли Почему доллар Востребован Потому что он Обеспечен нашими Нефтью Газом И так далее Вот Путин это говорит Но это Зависает в воздухе И как бы так сказать Остается потом За кадром Но таблица Это я просто Опять же Из другой концепции Чтобы вы понимали Что некоторые Абсолютно Жестко навязанные Нам стереотипы Они в действительности Порочные Вот это просто Копия таблицы Из работы Дмитрия Ивановича Менделеева Которая Ну у него Учение о промышленности И работает Называется С думой о благе российском Даже Вот вслушайтесь В эти слова С думой о благе российском Когда вы слышали В последний раз Такие слова Да То есть сейчас Любые законы Ну как бы там сказать Мало применяется Таких слов Чтобы о благе российском Шла речь Так вот он приводит Ценник за сто лет По всем основным Группам товаров И если среднее Десяти товаров Вы возьмете То он показывает За сто лет Цены упали В одну целую И семь десятых раза Вот где Секрет-то главный В управлении Почему у нас сейчас Уже пятая реформа Идет Пенсионная И все они Безуспешны Да потому что Деньги в прах Превращаются Они через судный процент Обесцениваются Постоянно А представьте себе Что у нас была бы Такая же схема Как была при Сталине Допустим Когда каждый год В обязательном порядке Снижались цены Это уже все знали Это просто Вот как сейчас Все знают Что будет инфляция Так при Сталине Все абсолютно знали Что с начала года Цены упадут На все основные товары Потребления Они безусловно упадут Но только Насколько Это вот Был предмет спора А значит Здесь за сто лет Почти в два раза На многие товары Упали цены О чем это говорит Это говорит Что не надо было бы Тогда никаких проблем И пенсионных реформ И прочее Потому что Вы посчитайте Скажем В хлебе Или в колбасе Или там еще В чем-то Сколько вы отложили Ну Здесь Разный возраст На состав Но я например Могу уже посчитать Сколько я За время работы Да Ушло На В этот самый Пенсионный фонд Если бы эти деньги За это время Выросли бы В полтора раза То у меня Пенсия должна была бы Раза в полтора Быть больше Чем заработная плата Потому что деньги Выросли в цене Но извините У нас Возраст Дожития После пенсии На сегодня Буквально там Максимум десяток лет И того меньше Вот А люди то Откладывают По 40 По 50 лет В пенсионный фонд Так там Такие деньги Что если бы они Не обесценивались То никаких проблем То с пенсией Не было бы Пенсия Это должна была бы Быть побольше Чем зарплата Вообще-то Если там все нормально Посчитать Проблема только в одном В концепции Концепция Которая позволяет Деньгам Обесцениваться Через судный процент И соответственно Они перекачиваются Вот эту В глобальную Финансовую систему Через наш же Центральный банк Вот Ну и Вот следующую Я хотел вам Показать Картинку Да Вот это Я Впервые Тут на Воронежской земле Об этом Хочу рассказать Очень 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 Простая схема Значит Почему Сегодня Эта концепция Которая Сегодня Доминирует Вот Я пока на примере Просто Четвертого Приоритета Экономического Привожу вам примеры Почему Она Заранее Предполагает Несправедливость Помните Федора Ивановича Тютчева Вот как можно Так сказать Вот слушайтесь Это буквально Вот про сегодняшний день Когда идут Эти страшные Кровопролития По всему земному шару Там Сирия Ирак Югославия Знаете что там творится И вот Федор Иванович Тютчев Слушайтесь Из переполненной Господним Гневом Чаши Кровь Льется Через край И запад Тонет В ней Кровь Хлынет И на нас Друзья И братья Наши Славянский Мир Сомкнись Прочней А дальше Единство Возвестил Оракул Наших Дней Быть может Спаяно Железом Лишь И кровью Но мы Попробуем Его спаять Любовью А там Посмотрим Что Прочней Вот то что У меня На этой Картинке Это как раз Речь идет о том Как можно было бы Спаять В сфере экономики Любовью А не Насилием И обманом Как это делается Сейчас Через доллар Все это связано Вот Обманные схемы Которые применяются Они настолько Примитивны Что вот сейчас Я уверен Каждый из вас поймет Если что-то Быть непонятно Я потом вопросы Зададите поясню Но Когда вот у нас С вами просто Доллары Рубли Ну вроде все нормально Но американцы Там печатают Какие-то деньги По 100 миллиардов На всякий случай Почти Долларов В месяц Ну это их проблемы К нам-то Какое отношение Имеет А потом вдруг Происходит кризис В Америке Последствия которого В нашей стране Оказываются На порядок Более значимы Чем в Америке Ну так извините Как-то это непонятно У Америки Там значит Кризис А у нас Все остались Там так сказать В дураках Так вот Я хочу вам Пояснить Как это делается Ну совершенно Вот На элементарных Примерах Мы все считаем Вот В абсолютных Единицах Сколько у нас Вот в кармане Лежит 100 рублей Ну вот и 100 рублей Значит У меня Меня же никто Их не отнимает В действительности Можно иначе Посмотреть На кредитно-финансовую систему Вот чтобы не брать всех покупателей Ну там Соединенные Штаты Англия Великобритания Россия И Франция И так далее Возьмем простой пример Пусть там условно говоря Пять операторов Ну вот пять человек С1 С2 С3 С4 С5 Это количество денег В кармане У каждого из нас Да И тогда Общее количество Чему равно Общее количество Это сумма Вот Того Чего у каждого Из нас в кармане А теперь давайте Проведем такую Чисто математическую Операцию Поделим обе части Это уравнение На С На общую сумму Да С делить на С Это тождественно Равно единице Правильно При любом С Это будет единица А здесь получится Сумма дробей С1 Делить на С С2 Делить на С В чем физический смысл Этого Это так Переход к Обезразмеренной Системе измерения В экономике Да То есть теперь Мы считаем Не в рублях А в процентах То есть вот Теперь у нас Вот у этих Пяти человек Общая покупательная Способность Равна единице Но эта единица Состоит из Пяти дробей Вот Ну и условно У одного Там одна Пятая У второго Одна десятая У третьего Еще А сумма Она будет единица То есть у каждого из нас Всего Ну если в проценты перевести Да То будет Всего сто процентов А у одного Пять процентов У одного Двадцать пять У третьего Тридцать И прочее Да Вот понятно Да То есть это Схема Вполне понятна Но вы посмотрите Для того Чтобы Вот если Вот теперь Состояние Каждого из нас Это дробь В числителе С1 Это что у меня В кармане А на фоне других Я богат или И беден Это определяется Еще знаменателем Дробь Так вот теперь У нас получается Что среди Этой славной Пятерочки Кто-то один Получил возможность Просто печатать Денюжки Дополнительные То есть увеличивать Это С Ну вот давайте Такой простой Числовой пример Потому что А дальше там Схема-то Она абсолютно та же Технология та же Вот пусть У каждого из нас Было там Как сейчас Там в долларах Все да По две тысячи долларов Ну пусть так Стартовая ситуация По две тысячи долларов У каждого Соответственно Общее количество У нас получается Десять тысяч долларов Соответственно Две тысячи Делить на десять тысяч Получается У каждого По двадцать процентов То есть Удельная Платежеспособность Вот моя Там если я С1 Двадцать процентов И я сижу Со своими Там двумя тысячами Долларом И вот доволен Ну все нормально Если у меня Уменьшат числитель То есть Отберут деньги То это называется Грабежом Да Это надо Или банк взломать Или в карман Забраться Но Величивая Величина дроби То определяется В равной мере Как числителем Так и знаменателем У дроби Можно уменьшить числитель Дробь уменьшится Можно увеличить знаменатель Дробь тоже уменьшится Ровно так же Одинаковый Механизм работает Теперь Предположим Что Один из Операторов Там С5 Ввел в обращение Дополнительно Еще Десять тысяч долларов Ну было Десять А теперь Стало Двадцать То есть С теперь Равно Двадцати Тогда Что мы получим У меня было Две тысячи Я делю Теперь на Двадцать тысяч Какая моя Удельная Платежеспособность Сколько я имею Вот в общем Объеме Десять процентов У меня было Двадцать процентов Осталось Десять Хотя никто Ко мне в карман Не залезал И вот это Называется Так сказать Выявление Вот этого Механизма Но в очень Простой Элементарной форме У нас же есть Высшие школы экономики У нас там Защитают диссерт Но неужели Вот это Я не знаю Какой там Третий класс Или четвертый Вот это изучают Но это же элементарно Это понятно Это в чистом виде Называется воровством Просто грабеж Причем он Не прикрывается Каждый день Сообщают Минимум Восемьдесят пять Миллиардов долларов Америка Печатает Ежемесячно Ежемесячно Вдумайтесь Восемьдесят пять Миллиардов долларов Вот Посмотрите По количеству Средств в обороте Там Япония Мы Китай Там Так сказать Отношение М2 К ВВП Оно Ну М2 Это денежная масса А ВВП Это Валый внутренний продукт ВВП Но отношение Должно быть У всех стран Одинаковое У нас Двадцать пять У Японии Двести пятьдесят Ну конечно Япония будет развиваться Потому что У нее Насыщенность деньгами В десять раз Больше чем у нас Насыщенность деньгами Если говорить о количестве То она там В сотни Или я не знаю Там в тысячи раз больше А просто Относительная насыщенность Вот вам Все очень просто Но в рамках другой концепции Вы когда-то слышали Чтобы кто-то Вот об этом говорил Нет Почему Потому что В рамках этой концепции Это вообще не принято Вот И Исходя из этого Вот это Называется Единство Взвестил Оракул Наших дней Быть может Спаяно Железом Лишь И кровью Вот они Этот знаменатель Увеличивают А дальше Железом И кровью Обеспечивают Тем не менее Единство Все голосуют За доллар У всех Доллар Главная валюта А теперь Как же можно было бы Спаять это Единство Любовью Вот Следующий слайд Я его Впервые Показываю Вот этот Значок Смотрите В чем наша проблема Вот берем К примеру Три страны Россия Белоруссия Казахстан Вот с чего Можно было бы Начать Вот это Спаивание Любовью Посмотрите Когда мы Говорим О создании Союзного Государства Когда мы Говорим О Таможенном Союзе Вроде Все хорошо Там уже Переговоры Годами Идут Но Лукашенко Он правильно Спрашивает А Как А деньги Кто будет Печатать Да Ну он же Понимает Вот Может быть Не рисовал Вот эти простые схемы С дробями Но он Чувствует Нутром Что если будет Россия Печатать деньги То тогда Это называется Ну как бы Вот Сегодня мы По сути Если говорить О финансовой сфере То мы Финансовая колония Потому что У нас Основная Валюта Это доллар Потому что Мы рубли Печатаем Только тогда Когда у нас Есть доллар Вот доллар Есть Тогда мы Печатаем Рубли То есть Рубль Это квитанция На право Получения Ну нормальных Денег Вот Примерно Так Вообще То функция Потому что У нас Рубль Не печатается Под наш товар Помните Как Пушкин Говорил И был Глубокий Эконом То есть Умел судить О том Как государство Богатеет И чем Живет И почему Не нужно Доллара Ему Когда простой Продукт Имеет То Пушкин Так правда Говорил Золото Но функцию Золота Сейчас Доллар Играет Так вот Пушкин Нас учил Не нужно Доллара Когда у нас Есть простой Продукт Только этот Продукт Надо продавать За свои Деньги Вот Поэтому У нас Получается Так что Если мы Хотим Реальный Экономический Союз Построенный На любви И На Равноправии Полном То ни Одна из Стран Не должна Печатать Валюту Для Расчета Всех Остальных Стран Ни Россия Ни Казахстан Ни Китай То что Сейчас Посмотрите Все Везде Где обсуждается Ну да Все Доллар Скоро Как-то С ним Чего-то Нас Давно Уже Развели О Ребята Видите Доллар Проходит Вот Вам Пожалуйста Хороший Евро Сейчас Нам Предлагают Хороший Юань Где-то Наш Рубль Сделаем Конвертируем Валютой Так Мы Хотим Взять На себя Теперь Миссию Доллара Что Ли Вот Ту же Самую И Вот Так же Нашей силой Обеспечивать Нет Вот Примитивнейшая Элементарная Схема И вы Сейчас Абсолютно Все Поймете Хотя Вряд ли Вы Являетесь Профессиональными Экономистами Значит Что Происходит Сегодня Сегодня Россия Ну так Условная Схема К примеру Россия Поставляет Товары Вот Белоруссия Поставляет Товары В Россию К примеру Вот На каком-то Этапе Россия Что-то Поставила В Казахстан А Казахстан Что-то Поставил В Белоруссию Ну извините Значит Нет Тут Вот Как бы Встречных Интересов И Они Рассчитываются Между собой В долларах Да Потому что Вот Ну как бы Видите Белоруссия Это получила Товары С Казахстана Поэтому Ей Нужны Тенге А Тенге У нее нет Потому что В России Она-то Товар только В Россию Поставила И вот Получается Отсутствие Развязки И вот Доллар Приходит На помощь Ребятки Вот вам Пожалуйста Вынужденная Мера Да А как Можно было Бы сделать Ну не буду Подробно Здесь рассказывать Вот То что У меня Квадратик В серединке Это символ Такой Что называется Вот Вчера Только придумали Рубль Энергетический Мы его назвали Рубль Энергетический В чем проблема Вообще В кредитно-финансовой Системе В том Что нет Единицы Измерения Вот понимаете В чем длина Измеряется В метрах А метр Есть эталон Вот метр Это конкретно Вот это Субъективно Выбрано Можно было Метр сделать Таким Можно было Таким Можно таким Но однажды Договорились все Метр Это вот Вначале Было Две риски Потом Определенное Количество Длин волн Лазера И все знают Что метр Это вот это Поэтому Если вы собираете Какой-то прибор Одна часть Изготовлена В Китае Вторая В Африке Третья В Европе Но вы привезли Раз Раз У вас Все собралось Почему Потому что Есть единица Измерения Если вы Измеряете вес То у вас Есть эталон Килограмма Условно Принятая Килограмм Вот такой А можно было Его сделать В два раза Больше Ну когда-то Договорились Килограмм Это вот это Это называется Единая мера Вес Единица Измерения Веса Или там Килограмма Единая мера А вот В экономике Нет единой Меры Стоимости Нет единой Меры Раньше В качестве Денег Ведь выступал Какой-то Товар Всегда И Единица Измерения Была Скажем Килограмм Зерна Или там Там 30 граммов Золота Или еще Что-то Ну то есть Деньги Имели Конкретную Абсолютно Понятную Физическую Наполненность А сейчас С 71 Года Это ушло Когда Был Отменен Вот этот Золотой Стандарт Обеспеченности Валют И Поэтому Пока мы Не введем Вот Энергетический Стандарт Обеспеченности И условно говоря На рубле Должно быть Написано Один киловатт Час электроэнергии Или пять Или десять То есть Это неважно Потому что Единица Она условно Принимается Но однажды Надо договориться Ребята Вот для всех Вводим Международную Единицу Называем ее Как-то И определяем Ее тоже Чем-то К примеру Там Тонны Условного Топлива Киловатт Часом Электроэнергии Тонны Зерна Но видите Зерно Там Нефть Это все Разное По составу Очень легко И просто Через киловатт Час Потому что Киловатт Час Это и в Африке Киловатт Час Абсолютно Понятная Величина И вот Если ввести Такой Рубль Энергетический Дальше Смотрите Что можно Было бы Сделать Вот этот Квадратик Это банк Такой Международных Расчетов Но он Не банк Он беспроцентный И он Бюджетная Структура Он ничего Вообще Не зарабатывает В отличие От всех Нынешних Банков Он просто Имитирует Вот этот Рубль Энергетический Но взамен На ту валюту Которую Поставляют Все страны К примеру Россия Поставила туда Миллиард Рублей Белоруссия Свои Значит Деньги Казахстан Свои Есть переводной Курс И у каждого На счете В этом банке Появилась Вот эта новая Валюта Рубль Энергетический Там условно За этот Рубль Энергетический Правильнее Было бы В моем Понимании Ничего Никогда Не продавать Нигде Ни в одной Стране Мира Как вот Сейчас За доллар Нельзя Купить Ничего За этот Рубль Энергетический Можно только Купить Валюту Другой Страны Которая Тебе Нужна К примеру России Нужно Рассчитаться С Белоруссией Тогда Она Обращается Так Говорит Ребятки Вот у меня На счете Я же Рублики Энергетические Вот сегодня Я хочу Купить Белорусские Денюжки Я покупаю Белорусские Денюжки И плачу Белоруссию Но ее Деньгами И каждая Страна Оставляет За собой Свои деньги На территории Каждой страны Расчет ведется Только в ее Собственной Валюте И ни в Каких других Больше деньгах Завтра России понадобилось Рассчитаться С Казахстаном Значит она Соответственно В этом банке Где хранятся Валюты Всех стран На счетах Она соответственно Покупает Ту валюту Которую Нужно Что В чем Преимущество Этой схемы В том что Она не Предполагает Какие-то Катастрофические Перемены Вот договорились Три страны Ну и начали Торговать между собой Какие проблемы Потом сюда Подключилась Четвертая Потом пятая А в конечном счете И доллар Не нужен Будет Но это Постепенно Будет Происходить Во времени И так Мы могли бы Перейти К системе Вот Энергообеспеченной Во-первых Денежной системы А во-вторых Равноправного Товарного Обмена Если вы На рынок Товары Никакие Не поставляете Ну тогда Ваша валюта Не будет Востребована Вы Ее Никому И не продадите То есть Речь идет Просто О реальном Товарном Обмене А пока У нас идет Так Мы Свои товары Все время Гоним А нам Поставляют Большинство Лет В два раза Меньше Чем мы А нам Что идет Насчет А нам На счет Идут доллары Ну извините Доллары Это просто Информация Или бумага Вот Поэтому Вот в рамках Концепции Если угодно Праведной Справедливой Финансовая схема Тоже Может быть Совершенно Иной Но Когда Я вот Приводил Иллюстрации На экономическом Приоритете В чем Сейчас проблема Вообще Вот В развитии Нашей государственности И В той Самой Трансформации Которой Я говорил Ну наверное Прежде всего В том Что Мало Кто Говорит О целостности То есть Вот Концептуальная Власть Та С которой Мы начинали Она Предполагает По крайней мере Понимание Что любое Управление Оно Реализуется С помощью Шести Управленческих Приоритетов Мировоззренческий Дальше Исторический Второй Хронологический Это история Как вы написали Историю Такое Будущее Вы получите Значит Третий Приоритет Идеологический Это все Средства Массовой Информации И так далее Четвертый Приоритет Это то Чего я Управленческих Приоритетов В соответствии Есть такой Закон Оэшбе Он говорит О том Что любая Страна Может Эффективно Защищаться Только тогда Когда Вот Палитра Парирующих Воздействий Будет Не менее Многообразна Чем палитра Тех воздействий Которые есть То есть Если на вас Воздействуют По всем Шести Приоритетам А если вы Посмотрите На времена Перестройки Когда начали Ломать нашу Государственность То вы Убедитесь Что по всем Этим шести Приоритетам Как раз Шло Мощнейшее Наступление Первое Мировоззренческий Приоритет Полностью Подменили Нам все Цели Все Ценности Там так сказать Все что Раньше Считалось Пороком Теперь Превозносится Как самое Главное В жизни Человека Там так сказать И наоборот Вот Историю Полностью Переписали От а до я В идеологии Вы сами Посмотрите Сетки Телевизионные Доперестроечные И послеперестроечные Доперестроечные Сетки Телевизионные Все Что там было Исключительно И только Люди труда Ничего кроме Труда Там не показывалось Сейчас Ничего кроме Насилия И убийств Причем На всех Каналах Журналисты Имеют право На свободу Слова И они просто Отражают жизнь Ну извините Где-то В Америке Подсчитывали Сколько там В течение Суток Или там Я не помню Цифры Какие-то Фантастические Тысячи убийств Показываются На экранах Телевидения За сутки Ну Поэтому Какое же там Отображение жизни Ну я вот В своем возрасте Уже Достаточно Серьезном Да Ну так уж Сложилось Что я Сцену убийства Вот В жизни Не видел Ни разу Ни разу Не видел Повезло Может быть Может как Но ни разу Не видел Но На телевидении Уж в течение дня Уж по крайней мере Сотню раз Я уж точно увижу Ну так какая же это жизнь Разве это жизнь Жизнь она совершенно другая В жизни происходит совершенно другое То есть понятно Что это Важнейший управленческий приоритет Идеологический Дальше Мировые деньги Дальше Алкоголь Табак Наркотики Вы помните Что Россию Да Не покорить Военным оружием Но ее можно покорить С помощью зеленого змея Зеленого доллара Там так сказать И так далее И вот это делается То есть очевидно Воздействие на шести Но К сожалению Вот Сегодня Многие из таких Серьезно распиаренных Политиков Они об этом Комплексности Об этой не говорят Они Берут какую-то Тему красивую Там типа доллара И только об этом С утра до вечера Как бы на всех Каналах И при этом Речь идет о О том Что Вот как раз Они и являются Сегодня Ну что называется Такими Правофланговыми Вот В изменении Действующей системы Но это не так Потому что У нас Неоднократные встречи Были Допустим С Кургиняном Которому все это Пояснялось Или Стариков Который тоже Вот очень много Пишет о долларе Или там Так сказать Взять Федорова Того же Вот я На следующем Слайде Там покажу вам Картинку Есть Да Это я просто Вы знаете Вот как-то Матрично Так увидел В Карелии Вот примерно Такая ситуация Вот Увидел Три таких Уже практически Погибших Дерева Но На каждом Из них Очень такая Свежая Красивая Молодая Поросль То есть Если Вот как бы Так сказать Посмотреть Сверху Картинку То там Очень красивые Такие молодые Красивые Побеги Так вот На мой взгляд Многие Из сегодня Активно Распиаренных Политиков В действительности Являются Вот такими Побегами На полностью Прогнившей Погибшей Концепции Потому что Говорить о долларе Бесполезно Нужно говорить Об изменении Концепции В целом Все остальное Это Не решение Вопроса Речь идет О замене Самого базиса Самого фундамента Но его можно Изменить только Тогда Когда вот Это понимание Будет И в народе Тоже Поэтому Я например Считаю Что доведение Такой информации Вот просто До Рабочего Звена До Неспециалистов До Непрофессионалов Это и есть Самая главная Задача Потому что То что я вам Говорю Значит Говорить об этом В среде Экономистов Это неприлично Это не Принято И У них Уже Как бы так сказать Сформированы Стереотипы Восприятия Действительность Я как-то Выступал Вот В академии Там нашей Петровской Да Вроде там Такие В общем-то Патриотически настроенные Благородные люди Но когда я Начал там Говорить о судном проценте Давно это было Правда уже Там одна Женщина Такая Очень Бойко Она говорит Товарищи Ну Что мы говорим Ну Это же Какая-то Ерунда Значит Что там Типа Что Выступающий Даже не понимает Временной Стоимости денег Ну вот То есть У нее уже Есть некие Шоры Но если она 20 лет Преподает Это дело С кафедры И получает За это Деньги Потом вдруг Сказать Что Чего-то Здесь не так Это не потому Что они Обманывают Кого-то А потому Что Они в этом Сами уже Глубоко Уверены Что называется Ну и Прежде чем К вопросам Перейти Я еще одну Маленькую Тему затрону Но очень Значимую Вот В концептуальном Плане И в плане Именно Вот Глобальной Миссии Русской Цивилизации Потому что Есть Когда мы Говорим О необходимости Разработки Новой Концепции А концепция Такая В общем-то Об этом Как бы Не говорится Но Разработка Концепции Начиная Где-то Там Примерно С 89 Года Очень активно Идет А в 90 Году Уже Были Опубликованы Там Первые Результаты И Вот Эта Концепция Общественной Безопасности Она В общем-то Разработана Там Все От А до Я По Всем Направлениям Как бы Отработано Но На данном Этапе Так Ну Происходит Что Вроде бы Как бы Этого Этого Никто Никто Не Замечает И Делаем Вид Что Ее Нет Поэтому Так Оно И Будет Пока Это Понимание Еще раз Говорю Не Будет Сформировано Среди Простого Народ Причем Здесь Такой Эффект Есть Ну Как Мы Говорим Режим Автосинхронизации Да Режим Автосинхронизации Это Когда Вот Или Это Говорят Еще Есть Такое Понятие Эффект Сотой Обезьяны Может Вы Слышали Там Как Обезьяну На одном Из Островов Был Значит Набор Островов Одно Из Обезьян Начали Учить Мыть Батат Этот Сладкий Картофель Прежде Чем Есть Так Они Из Земли Доставали И с Песком С Грязью Там Потребляли Вот Одно Обезьяну Научили Она Научилась Потом Она Научила Своё Окружение Близкое И Те Поняли Что Это Здорово Потом На этом Острове Набралось 99 Обезьян Уже Которые Мыли А потом Появилась Сотая И В этот Момент В один День На всех Островах Все Обезьяны Начали Мыть Этот Картофель Прежде Чем Его Потреблять То есть Есть Нечто В биосфере Когда Это Количество Переходит В новое Качество Поэтому В принципе Такие Глобальные Перемены Возможны Именно Тогда Когда Наберется Критическая Масса В нашей Стране Простых Людей Которые Вот Это Все Абсолютно Примитивные Вещи Поймут И Тогда Вот Произойдут Перемены Но Не Тогда Когда Президент Скажет Вот Потому Что Это То же Самое Как Понимаете Ну Вот Все Были Уверены Что Солнце Вращается Вокруг Земли И Это Была Задача Не Царя И Не Императора Выйти И Сказать Солнце Не Вращается Вокруг Земли Его Просто Смели С Трона И Все Должен Был Коперник Появиться Там Должны Были Другие Люди Появиться Поэтому Сегодня Нам Очень Важно Эту Технологию Понимать А В рамках Этой Концепции Еще Одна Проблема Последняя Которую Я Затрону Это Все Таки Земельные Ресурсы Вот На Следующем Слайде То есть Тоже Здесь Как Будто Бог Учит Этому И Немножко Тогда О Русской Цивилизации О Наших Особенностях Послушаем Путина Тоже Есть Некоторые Тонкие Вещи Которые Мы Не Замечаем Давайте Послушаем Краткую Фразу Включится У нас Это Если У нас Идеологических Противоречий На Сегодняшний Нет У нас Есть Фундаментальные Культурологические В основе Американского Самосознания Лежит Индивидуалистическая Идея В основе Российского Коллективистская Вот Есть Один Из Следователей Пушкина Который Об этом Очень Точно И Ясно Сказал Вот Унесенный Ветром Помните Там Главная Героиня Она Говорит Что Я Не Могу Себе Представить Что Я буду Голодать Вот Для Нее Это Самое Главное А В нашем Представлении Представление Русского Человека Все Таки Другие Задачи Это Что Такое За горизонт Уходящее Что Такое Душевное Что Такое Связанное С Богом Понимаете Это Немножко Разные Философии Жизни Здесь Говорит Об Особенностях Именно Нашей Русской Цивилизации Он Говорит Что Ну Да У нас Говорит С американцами Противоречий Таких Нет Идеологических У нас Культурологические Мировоззренческие Противоречия То есть Когда Для них Главная Личная Устроенность А для Русского Это Всегда Уход Куда-то Далеко За Горизонт К Богу Вот Такие Его Дословные Слова Он Говорит Там Ну Кстати Об этом Очень Хорошо Сказал Один Из Следователей Творчества Пушкина Ну Исследователи Творчества Пушкина Это Тоже В нашей Концепции Люди Такие Представлены Потому что Люди Которые В официальных Кругах Они Называются Пушкинистами Да Пушкинисты Вот Ну А Тогда Просто Мы В заключении Немножко По проблемам Мегаполисной Урбанизации Следующий Слайд Включим Ну Вы понимаете Что Сегодня Вот По Воронежу Мы сейчас Вот Проехали Ну Конечно же Противоестественно Полностью Пробки Совершенно Немыслимая Ситуация И В такой Обстановке Угнетается Генетический Потенциал И вот Именно В Воронеже В сорок четвертом Году Академик Дубинин Исследовал Мутагенные Факторы Городов Он Исследовал Их На Мушки Дрозофили Но Человек Отличается Только тем Что У нас Этот Аппарат Генетический Гораздо Более Чувствителен Чем У мушки Дрозофила Так Он доказал Что Воспроизводство Человеков В городской Среде Невозможно В принципе В городской Среде Люди Продолжали Свой род Только потому Что рожала Деревня Из деревни Приезжали И при смешанном Мраке Значит Появлялись Более-менее Здоровые Дети Потому что Дети Перебирают Все гены Родительские И берут У того У кого Они покрепче А если В городской Среде Ребенок Появляется То у него Появляется До тысячи Мутаций Уже В механизме Функционирования ДНК И идет В рождении Потом Дети В пробирках Только А потом Перинатальные Центры И так далее Вот Поэтому Сгоняя Наше население В города Мы Обрекаем Нашу генетику На истребление Ну а генетика Как мы знаем Самая лучшая В Воронеже Насколько мне Известно Петр 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 Первый Здесь Серьезно Работал Чтобы В Воронеже В общем-то Такой Банк Генетический Ну я Так даже В самолете Летел Сразу Смотрю Такие Красивые Люди Появились Вокруг Думаю Значит Наверное Воронежский Правильный Правильный Самолет Вот Поэтому Конечно Мне хотелось Чтобы Вот эта Тема Тоже Вами Понималась Вот это Абсолютная Противоестественность Хотя Об этом Никто Не Говорит Но Вот Кстати Вот Ваш Губернатор Алексей Васильевич Он Эту Тему Понимает И У него Как раз Есть Заявление О том Что Аграрный Сектор Это Не Просто Одна Из Отраслей Это Наше Будущее Это Быть Или Не Быть Россией Потому Что Сохранение Генофонда Нашего Возможно Только В контакте С Природой Человек Это Биополевое Существо Вот Природные Поля Они Выступают Камертоном Для наших Полей Телесных И Если Этого Камертона Нет Идет Расстройство Организма И Подрубание Здоровья Поэтому Не случайно Нас На дачу Тянет Это Просто Физическая Потребность У нас же Клеточки Общаются Между собой Что такое Гомеостаз Это Когда Все Клеточки Друг друга Понимают То есть Они Работают В разных Частотных Диапазонах Это Гигагерцовые Длинный Волн Но Они Понимают Друг Дружку Все Клеточки То есть Вы Если Пальчик Порезали То Это Не Проблема Пальчика Это Включается Весь Организм Начинают Эти Кальций Подтаскивать Эти Еще Что И Зарубцовывают То есть Но Для Того Чтобы Они Работали Хорошо И Понимали Друг Друг У Этого Оркестра Нашего Должен Быть Камертон А В качестве Камертона Выступают Природные Поля Поэтому Когда Вы Соприкоснулись С Растительностью Животным Миром Раз Раз У вас Произошла Подстройка Ваш Оркестр Зазвучал Как Положено Если Такой Подстройки Нет Постоянной То Тогда Идет Как бы Так Сказать Сбой На уровне Биополевом А Человек Вы знаете Как устроен Говорят Тело Это Храм Для Духа А Дух Это Храм Для Души Человек Это Единство Тела Духа И Души Дух Это Биополя Их Потрогать Можно Руки Активируйте Эти клапаны Попробуйте Почувствуйте Что Энергия Тянется Между Руками Это Дух Биополя А В духе Живет Наша Душа Поэтому Когда мы Дух Свой Подрываем Отсутствием Камертона Потому что Человек Создан Для Жизни В природе То Дальше Идут Физиологические Проблемы И Для России Это Нелепо Именно Россия Должна Как раз Миру Предложить Новую Цивилизационную Модель Модель Новой Жизни То есть Европа На это Уже Не способна Потому что Там Чтобы Это Предлагать Нужны Бульдозеры И Расчищать Все А в России На сегодня 98% Нетронутой Территории А вообще Процент Сохранения Территории Которая Нам От Бога Досталась На сегодня В России 60% Территории Которая Досталась От Бога В Европе Ноль Там Все Уже Посажено Посеяно Там Нет Природных Ареалов Практически Все Искусственное Так вот На следующем Слайде У меня Здесь Просто Приводятся Общие Данные По земельным Ресурсам Значит Вдумайтесь Только У нас с вами Миллиард 710 миллионов Гектаров Земли Это по 12 гектаров На нас То есть Вот На каждого Из нас У нас По 12 Гектаров Земли Вот И Тем не менее 80% Нашего народа Живет В многоэтажных Домах Живем мы На 1% Территории А 1% Занят Под объектами Промышленности Транспорта Поэтому Вот Почему Воронеж Так Застраивается Почему Так Застраивается Москва Почему Так Застраивается Питер Мы должны Понять Что это Абсолютно Противоестественно У нас Все земли Брошены То есть Идет Зачистка Территории А почему Это происходит А потому Что в рамках Ныне Господствующей Концепции Цель и полагание Какое Прибыль А прибыль Где Максимально Прибыль Максимально В городах То есть Если рынок Не регулируется То он Просто С неизбежностью Переместит Все население В города Почему Потому что В городах Ниже Себестоимость Оказания Любых Видов Услуг Торговля Где Торговать Здесь у вас На проспекте Или где-то В деревеньке Где от одного Покупателя До другого Там Пять верст Вот Где Легче Заработать На стройке Где Легче Заработать На образовании Где у вас Школа Там Десять Человек Или Где у вас Значит Школы Тысячи Человек И так далее Поэтому В общем-то Мы Идем Не туда Когда Всех Загоняем В многоэтажки В Соединенных Штатах 80% Территории Содержатся Фермерами И там Как вы знаете Одноэтажная Америка Ну и на следующем Слайде Я просто Привожу Демографические Проблемы Сельских Поселения Вот у нас Скажем В северо-западном Федеральном Округе 50-2 Десятых Процента Вымирающих Населенных Пунктов Поэтому На последнем Слайде Я просто Хотел сказать Что Агропромышленный Комплекс Это Не просто Отрасль Народного Хозяйства Вот Но Это То Что Обеспечивает Нам И Продовольственную Безопасность То Инструмент Содержания Обустройства Территории Гарантия Целостности Государства Вот Все-таки Завершить Я вам Хочу Прочитать Стихотворение Пушкина Я Времени Вашего Много Занял Вот Очень Хотелось Бы Чтобы Вот Наша Встреча Как-то По-доброму Сказалась На ваших Делах Потому Потому Знаете Вот В мире Очень Много Мистики И Вот То Что От Бога Идет Это Идет Только Через Случайности Анатоль Франц Сказал Случай Это Псевдоним Бога Когда он Не хочет Подписываться Своим Собственным Именем Вот Так Как-то Случайно Мы С вами Встретились У меня Очень Много Таких Случайных Встреч Которые Неплохо Сказывались На Потом Как бы На тех С кем Я встречался Поэтому На удачу Для вас Для ваших Близких Для ваших Семей Я Хотел Бы Прочитать Стихотворение Пушкина Которое Я Очень Часто Читаю Читаю Как Молитву Но Именно Во Благо Потому Что Очень Важно Правильно Выстроить Цели В жизни И Искать Счастье Там Где Его Можно Найти А не Там Где В Поисках Этого Счастья Очень Многие Шеи Ломают Ломают Судьбы Я Например Честно Вам Скажу Не Видел Людей Таких Очень Богатых Которые Были Бы Счастливы По Жизни Это Все Абсолютно Несчастные Люди И У Них Нет Семьи У них Нет Толком Ничего В жизни Ну Там Что Далеко За примером Ходить Возьмите Того же Березовского Самый Крутой Самый Богатый И Что В результате Вот Поэтому Вот Этот Поиск Счастья На этом Пути Я С Некоторыми Говорил Слушай Ну А что Ты Брось Это Все Ты Сам Видишь Что Это Абсолютно Противоестественно Зачем Эти Биллиарды И Куда Ты С Заборами Трехметровыми И Все Смысл В этом Он Говорит Ну Я Бо Бросил Но Не Могу За Мной Как Общак Там Или Как Это Называется Там Люди То Он Не Может Говорит Я Только Вперед Ногами Больше Никак От Этой Темы Не Уйду Поэтому Вот Когда Этого Нет То Кажется Ой Как Там Люди Живут Но Я Я Работал Худо Бедно В свое Время Секретарем Ленинградского Горкома Партии В общем Это Такая Серьезная Но Это Я Не Скажу Что Это Были Счастливые Годы В моей Жизни Это Как Раз Были Самые Такие Может Ну Я Ни О чем Не Жалею Но Не Скажу Что Это Так Со Стороны Вроде Там Как О Там Но Находиться В этом Состоянии Когда Ты Там Весь Насквозь Просвечен Телевизорами Рентгенами И так Далее Ничего В этом Вообще Часть Нет Поэтому Пушкин Недорого Ценю Я Громкие Права От Коих Не Одна Кружится Голова Я Не Ропщу О том Что Отказали Боги Мне В сладкое Участие Спаривать Налоги Или Мешать Царям Друг с Другом Воевать И Мало Горе Мне Свободна Ли Печать Морочит Олухов Она Только Этим И Занимается Или Чуткая Цензура В журнальных Замыслах Стесняет Балагура Все Это Видите Слова 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 Иные Лучшие Мне Дороги Права Иная Лучшая Потребна Мне Свобода Зависеть От Властей Зависеть От Народа Бог С ними Никому Отчета Не Давать Лишь Богу Помыслов Ни Совести Ни Шеи По Прихоти Своей Скитаться Здесь И Там Девясь Божественной Природы Красотам И Пред Созданиями Искусства Вдохновения Трепеща Сладостно В восторге Умиленья Вот Счастье Вот Права Вот Такого Счастья Всем Вам Хочу Пожелать Будьте Счастливы АПЛОДИСМЕНТЫ